Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Тамара Рябцева, кандидат сельскохозяйственной наук. И мы сегодня с вами поговорим о зелёных операциях. Что это такое? Зелёные операции делаются на всех растениях. И кустарниковых, и плодовых, и орехоплодных культурах. Но особенно это актуально для орехоплодных культур. И особенно для ореха грецкого. Вы знаете, что это очень теплолюбивая культура. И весной не получается резать в наших условиях орех, потому что он начинает очень сильно плакать. Даже в апреле месяце, в конце апреля, в начало мая. До тех пор, пока полностью не распустятся первые листья. Орех очень сильно плачет, как и виноградная лоза. Это те культуры, которые... И у косточковых культур, допустим, у косточковых культур, таких как черешня, вишня, абрикосы, алыча, сливы. Вот у них тоже может быть такой камень детечения у косточковых культур. Поэтому это те культуры, которые в основном режутся в июле месяца. В июле месяце активизируется, к концу июля активизируется комбиальный слой. И все нанесенные при обрезке раны очень быстро зарастают. Поэтому это один из лучших периодов для проведения обрезки. Когда мы начинаем обрезку, мы всегда смотрим с вершины. Мы можем начинать снизу резать, но мы вначале принимаем решение, как и что мы будем резать. Именно с вершины. Мы смотрим, где что мы убираем. И если у нас есть конкурентные проводники, на какой из конкурентов мы переведем, на какой из конкурентов мы будем снижать крону. То есть мы выбираем хороший, нормально развитый побег. И выбираем в основном, чтобы ориентация его была на север, потому что это те побеги, которые медленнее всего растут. И неохотнее всего растут. В кроне удаляются все те побеги, которые направлены внутрь кроны, которые идут на пересечение. Если дублируются ветки, то есть если они параллельно налагаются, ну вот типа вот этой вот ветки, видите, вот она внизу. И практически параллельно ей такая же ветка вверху, и еще одна веточка вверху. Но вот там вверху как раз самая верхняя ветка очень хорошо в этом смысле. Мы ее удалим. Вот смотрите, мы удаляем вот эту вот ветку. То есть смотрите, при проведении летней обрезки или так называемых зеленых операций, основные правила, значит, мы выводим центральный проводник, соблюдаем ярусность. То есть встроенное веретено – это самая лучшая формировка для всех. Она предполагает собой такой хороший образ, чтобы у вас был во главе елочку. И каждый верхний ярус должен быть короче ниже лежащего яруса. Удаляем все конкурентные побеги, все, что обращено внутрь. Если где-то какие-то сучки высохли, тоже удаляем их. И оставляем крону хорошо освещенной и нормальной. Ну и потом уже центральные проводники, вот которые вверху там, значит, пока я дотянуться не могу, ну и это уже будет удаляться следующей весной. Пока центральный проводник, пускай такой, остается и возревает. Конкурентные побеги мы укоротили и вырезали. Ну и вот в таком состоянии дерево может быть. То есть, чтобы вы понимали хорошо, что вообще нормально для плодовых деревьев груши, яблони, косточковых культур четыре раза за сезон подходить к дереву. И у яблони и груши можно вести, значит, зимой в период покоя обрезку. А вот у косточковых культур все-таки самым лучшим сезоном для обрезки является как раз конец июля месяца, начало августа. Для обрезки грецкого ореха то же самое. Ну и сейчас мы еще подойдем к винограду и посмотрим, что делать с виноградом, потому что особенно когда очень много дождей, значит, идет усиленное пасынкование и лишние пасынки нужно удалять. Значит, ну вот смотрите, мы подошли к винограду и видите, что делается. В силу того, что очень много дождей, избыток влаги, пасынковых побегов очень много и нам не нужно столько листьев и столько побегов, потому что это все забирает силы куста. Нам нужно направить на созревание вот этой сигнальной грозди. И поэтому вот такие длинные побеги мы вырезаем. Если маленький такой вот побежек, видите, вот он в пазухе листа, они без проблем вырываются вручную. Здесь вот тоже пасынковый побег ниже. Это все в пазухах листьев развивается. Не всегда хорошо все доступно. Ну, в общем, все лишние пасынковые побеги удаляются, потому что они дают затенение, требуют очень много сил на свое развитие. Гроздь, вот созревающая гроздочка, вот здесь вот можно ее показать. Вот видите, вот она красивая такая. Ну, вот это побег такой один из основных, но уж больно он длинный. Я его тоже укорочу, потому что слишком большой и как-то некуда ему развиваться. Таким образом, зеленая операция на винограде сводится к тому, что следует чеканить основные лозы, то есть укорачивать их длину, и удалять все пасынковые побеги. Ну, таким образом нормировать количество побегов, потому что считается, что даже на взрослом кусте не должно быть больше 16 лоз, и на каждой из лоз не должно быть больше 4 гроздей. То есть, вот таким образом мы нормируем нагрузку на сам куст. Ну, вот перед нами растение алычи дикой. Ну, обычная такая дикорастущая алыча, желтенькая, мелкоплодная. Она очень хороша в компотах, и ткемали соус такой можно из нее делать. И видите, вот сколько лишних приростов, то есть осадка много, разрослась неимоверно. Ну, и здесь тоже самое будем формировать крону. Здесь я удалю значительное количество ветвей, потому что мне большого урожая как бы не нужно. Она дает затенение голубики, поэтому здесь будем резать так посильнее. И будем тоже удалять все конкурентные побеги. Ну, вот таким образом выглядит дерево после обрезки. Я желаю вам, рассмотрев это видео, повторить опыт, посмотреть, какой будет результат, ну, и внедрять его в практику. Желаю вам успехов и высоких урожаев. С вами была Тамара Япсо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok